Жителям Калачинска не дают забрать тела родственников из морга местной больницы. За усопшего приходится платить. Ритуальная компания, которая решила заработать, таким образом повесила прескурант на свои услуги на дверях морга. Деньги берут даже за бесплатные процедуры, к примеру, дезинфекция. Тело покойного обойдется родственникам в тысячу рублей. Внимание властей на ситуацию обратил местный депутат Валерий Озерский. Он работает в смотрительном кладбище и к нему часто обращается с жалобами. Здесь, на территории больницы, открывается ритуальный салон. Сейчас дом обряд, дом ритуальных обрядов. Люди приезжают и начинают жаловаться, потому что идет взимание денег. Одевание 600 рублей, стрижка ногтей 300 рублей, бальзамирование, которого у нас, я здесь не помню, кто-то туда приезжал после бальзамирования, 4000 рублей. Часть морга ЦРБ оказалась сдана в аренду. Семь квадратных метров занимает предприниматель из Омска по фамилии Зыков. Как тут же заявили представители местного департамента здравоохранения, они к поборам с родственников умерших отношения не имеют. А кандидатуру Зыкова, видимо, одобрило региональное министерство здравоохранения, заявили чиновники. Мы связались с главным врачом Калачинской центральной районной больницы. Я могу сообщить следующее, что Калачинская центральная районная больница платные ритуальные услуги населению в морге не оказывает. Выдача умерших родственников производится в установленном порядке с оформлением всех документов. Никакой-либо платы не взимается. Рядом с моргом находится здание. На территории центральной районной больницы выделен отдельный участок. Этот участок там в аренду в Министерстве самоущественных отношений сроком на 5 лет. На этом здании построен ритуальный салон. Вот он и оказывает услуги, про которые говорил депутат.